добрый день дорогие друзья в этом видео речь пойдет о балансирах которые лучше всего работают по пассивному окуню в моих условиях ловли мои условия ловли какие то есть я рыбачу запрессованном месте прямо возле города это значит братское водохранилище глубина вот 10 до 15 метров ну средняя глубина скажем так 12 метров и окунь конечно здесь запрессован и мало активен всегда практически вот и вот в этих условиях лучше всего я себя показал балансир от фирмы лакин же лаки джон это называется он лаки джон classic вот такой вот балансир чик лакин джон вытянутое немножко изогнутое тело подолговатое и характерная особенность это вот такой большой хвост в чем особенность данного балансира то есть он обладает довольно таки размашистой игрой которая довольно так сильно отличается от остальных балансиров именно из-за особенностей строения вот этого своего тела вот и из-за хвоста из-за большого хвоста он получает намного больше амплитуду движения в воде чем все другие балансиры например если его сравнивать с тем же например балтика не балтика а нордиком вот мы смотрим видим что одинаковое практически тело но если взглянуть на размеры хвоста вот давайте посмотрим на хвост явно видно что хвост у финны почти в два раза больше чем у нордика плюс плюс тело само она как бы немного плюс внутрь снизу полученной шире и поэтому получается что игра у него более размашистая чем у того же нордика вот по характеристикам своим весовым у лаки джона значит финн вот этот в размере в размере 4 4 он имеет вес 10 грамм нордик же имеет вес 12 грамм то есть нордик тяжелее у него более прогонистое тело и он лучше всего подходит для водоемов где присутствует водоохранительной где присутствует течение вот вот там да там оправдано применение вот нордика моих же условиях со стоячей водой финн гораздо эффективнее работает чем нордик проверено уже мной много раз вот еще у меня от лаки джона есть балансиры вот такие вот это балансиры классик хорошие балансиры уловистые но по своей результативности также они уступают финн из из-за тех же параметров вот смотрим насколько меньше у классика хвост чем у финна поэтому игра получается не такая размашистая вот и еще такая особенность есть у блоки джона если кто-то будет например покупать или заказывать в интернет-магазине значит вот если брать классик в размере 4 плюс четыре с половиной то есть у него так и будет соответствовать длина его на четыре с половиной если же мы возьмем финна вот этот финн мой любимый в размере 4 то длина его будет 6 сантиметров то есть когда мы смотрим по параметрам например и видим что например балансир четверка мы думаем что он имеет размер 4 4 сантиметра нет у лаки джона например финн четверка будет иметь длину 6 сантиметров скажем нордик 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 будет иметь тоже четверка нордик четверка будет иметь длину 5 сантиметров вот такая вот особенность учтите это при заказе балансиров из интернет-магазинов вот плюс классики вот эти вот четыре с половиной которые они как бы для глубины 12-15 метров не очень хорошо подходят виду того что имеют небольшие размеры и малый вес вес семь с половиной грамм у классика эти балансиры больше для меньших глубин 5-6 метров оптимально для них будет вот а для этих глубин для моих 12-15 метров идеально подходит вот финн со своим весом 10 грамм у меня из финнов есть три модели этот значит который самый уловистый у меня имеет цвет 15h есть точно такой же но цвет у него 45h они как бы схожи цветами такая же синяя спинка но это как бы более такую голографическую имеет расцветку плюс брюхо у него более красная у этого белая только кончик красный вот этот ловит хуже чем 15h расцветка не знаю почему но вот именно нашему окуню именно нравится расцветка 15h плюс имеется вот такая расцветка не помню я ее название номер вернее этот балансирует ловит тоже хуже так же очень хорошо ловит рыбу балансиры от фирмы аква вот у меня есть вот это аква по моему классик он тоже имеет схожую с финном форму если присмотреться тоже такая же форма и довольно таки хвост такой большой ну у всех балансировал аква такой большой хвост они даже чем-то схожи если их сравнить тоже имеет такое же изогнутое тело тоже отлично ловит рыбу и что самое характерное недорогие причем из расцветок этот ловит не очень ловит но не в неважно вот этот вот просто супер ловит опять же синяя спинка и красноватая брюшка вот такая вот расцветка вот этот просто мой любимчик просто он уже весь такой покоцан это просто летом лежала в коробке с силиконом и видимо краска от соприкосновения силиконом испортилась а так вообще классно ловит именно вот эта расцветка фирма аква классик не помню вес но вес примерно одинаков у них еще из аквы мой любимчик вот он это акваминога акваминога вот в таком вот в такой вот расцветки тоже не помню расцветка как называется вот тоже прекрасно ловит окуня гораздо лучше чем более дорогие балансиры могу смело рекомендовать именно вот этот балансирует в этой расцветке то ловит на глубине 12-15 метров на стоячей воде попробуйте не пожалеете есть атака у меня еще вот такая расцветка ядовитая ловит на порядок хуже не знаю по какой причине но видимо вот такие расцветки более подходят для нашего окуня также есть в моей коробке балансиры которые вообще не ловят ничего хотя у других я вот посмотрел они как бы ловят но вот где я ловлю на моем месте они не ловят абсолютно это вот такой вот балтик когда я его покупал я возлагал на него большие надежды четверка весит 9 грамм такая вот красивая голографическая у него расцветочка но к сожалению почему-то молчит так же как и молчит балтик вот этот тоже не знаю почему но видимо игра не нравится имеет узкое прогонистое тело вот такое вот широкие бока но балансиры конечно эти предназначены прежде всего для для течения у нас здесь течения нету короче эти балансиры остались у меня неудел ну буду пробовать периодически может быть когда-то они выстрелят но пока они молчат остальные все балансировал разловлены какие-то лучше какие-то хуже но фаворитом из всех этих приманок является lucky john finn в расцветке 15h хотел купить еще в запас такой я не могу найти видимо пользуется популярностью у рыболов такая расцветка также могу смело рекомендовать берите не пожалеете очень уловистый балансир а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok